Национальная палата предпринимателей Казахстана переименована в Национальную палату предпринимателей Атамикен, сообщает Интерфакс Казахстан. Такое решение принято на съезде организации. Соответствующее дополнение внес председатель президиума Тимур Кулебаев. В стране с 2005 года действовала Национальная экономическая палата Союза Атамикен. В июле 2013 был принят закон о нацпалате предпринимателей. И в сентябре Союз Атамикен совместно с правительством выступил соучредителем НПП, созданный на основе обязательного членства всех субъектов предпринимательства. Сегодня членами нацпалаты являются более 1 миллиона 600 тысяч субъектов предпринимательства. Аналитики Всемирного банка предупреждают, что в этом году подешевеет не только нефть и газ. В выпущенном ВБ-отчете Commodity Markets Outlook отмечается, что в 2015 снизится сразу 9 ценовых индексов по основным видам сырья, что случается очень редко. Согласно прогнозу, средняя стоимость барреля черного золота составит 53 доллара, что примерно на 45% ниже, чем в 2014. Падение нефтяных цен, которое в ВБ называют третьим по силе со времен окончания Второй мировой войны, повлечет за собой снижение цен на уголь и газ. В Европе голубое топливо подешевеет на 15%, в Японии на 30%. Стоимость никеля, олова, свинца, меди, цинка, железа и алюминия может снизиться в среднем на 5,3%. Драгоценные металлы, как ожидают эксперты, подешевеют почти на 3%. Цены на удобрения, которые с 2008-го упали почти вдвое, опустятся еще на 2,1%. Стоимость продовольственных товаров в среднем станет ниже на 4,2%. Зерно подешевеет на 3,7%. Разнообразное природное сырье, по прогнозу ВБ, подешевеет на 6%, а древесина на 3%. Власти Кувейта сверстали бюджет с дефицитом в 24 миллиарда долларов на новый финансовый год, который начинается 1 апреля. Расходы были сильно урезаны из-за падения цен на нефть. Бюджетные доходы прогнозируются на уровне 41 миллиарда 100 миллионов долларов, что на 43,5% меньше оценки на текущий финансовый год. В мире возрастает интерес к юаню и увеличивается сеть офшорных клиринговых центров китайской валюты, сообщает газета China Daily. Китайская валюта юань или женьминби продолжает свое восхождение среди международных платежных систем, торговли и валютных инвестиций. Быстрорастущая сеть офшорных клиринговых центров юаня способствует дальнейшему открытию прямого доступа к китайским финансовым рынкам. Говорится в последнем докладе рейтингового агентства Fitch. Toyota вновь стала лидером на мировом авторынке. Японский автомобилестроитель третий год подряд удерживает лидерство среди крупнейших автоконцернов. В 2014-м корпорация продала во всем мире около 10 миллионов 230 тысяч машин. Ближайший соперник японцев немецкий Volkswagen реализовал в общей сложности 10 миллионов 140 тысяч авто. Этим двум компаниям впервые в мире удалось преодолеть 10-миллионную отметку. Прибыль мирового лидера фастфуда компании McDonald's упала на 21%. Результаты деятельности за 2014-й оказались хуже показателей 2013-го. Снизились продажи, выручка и прибыль. В последний раз годовые продажи падали в 2002-м. Сильнее всего показатели ухудшились в четвертом квартале 2014-го. Продажи сократились на 7,5%. Выручка упала с 7 миллиардов 100 миллионов до 6 миллиардов 570 миллионов. Негативное влияние на результаты оказал ряд факторов, одним из которых стало пристальное внимание проверяющих органов к работе российского подразделения сети. Внеплановые проверки McDonald's начались в августе. По их результатам в десятках ресторанов были найдены различные нарушения требований санитарного законодательства. Ряд заведений был вынужден временно прекратить свою работу, в том числе самый большой в Европе McDonald's, расположенный в Москве на Пушкинской площади. И на этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Читайте и смотрите нас также в социальных сетях. Пусть ваши ресурсы никогда не истекают. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова